С обновлением казино Diamond в GT Online у нас появляется возможность крутить колесо фортуны, что позволяет раз в сутки получать какую-либо награду, в том числе и автомобиль. На самом деле автомобиль получить очень сложно, потому что всего лишь раз в сутки мы можем крутить данное колесо, но есть и другой вариант. Во-первых, данный автомобиль можно купить в магазине Legendary Motors в GT Online. Но чтобы сэкономить деньги, мы попробуем сейчас фармить данный автомобиль с помощью определенного бага. Данный баг я использовал в фарме денег в операции «Багдан», но мы будем использовать его здесь. Сейчас покажу всю инструкцию. Для начала нам нужно подготовиться. Открываем сетевые соединения. В Windows 10 это можно сделать следующим образом. Настройки параметров адаптера. То есть нам нужно наше сетевое подключение. В моем случае вот оно. Далее нам необходимо перевести игру в оконный режим. Также нам необходимо изменить разрешение на более маленькое, чтобы окошко было маленькое. Чтобы было видно и окошко игры, и параметры адаптеры адаптера. Вот как-то так. Ну что, будем пробовать. Итак, сейчас наша задача крутануть колесо. И если вдруг стрелка будет приближаться к значению, которое нам не нужно, мы отключаем адаптер интернета. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. И так мы можем поступать неограниченное количество раз, пока автомобиль нам не выпадет. И как видите, мы можем снова крутить колесо фортуны. Если же нам будет выпадать что-то не то, и мы это видим заранее, то отключаем снова интернет. Если же мы видим, что колесо приближается к автомобилю, к примеру, то можно ничего не делать. Таким образом, можно получить неограниченное количество попыток в прокрутке колеса фортуны. И таким образом, можно выбить автомобиль. А можно сделать и еще проще. К примеру, в маленьком окошке не очень удобно смотреть. И не очень удобно отключать через адаптер, потому что иногда адаптер может заглючить, и какое-то время интернет будет не подключаться. В общем, если видите, что выпадает что-то не то, то можно просто отключить модем. Если же у вас какой-то кабельный интернет, можно просто из LAN-порта вытаскивать кабель сетевой. Так будет намного проще и удобнее. Плюс на полном разрешении видно лучше. В общем, так комфортнее для меня. Вот так. Просто выдернул модем. Сейчас ставлю его обратно, он быстренько подключится без всяких проблем. И продолжим повторять попытки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова